Всем привет! В этом видео я хочу показать вам смартфоны моей семьи. Но, как вы можете заметить, здесь не только смартфоны, а еще и два планшета, потому что один из сыновей пользуется планшетом, и один из сыновей, возможно, как основной гаджет, тоже получит планшет. Ему телефон пока что на данном этапе не нужен. Также я взял телефоны моих родителей, вот для того, чтобы показать вам. Ну, кроме одного телефона, его здесь нет, потому что моей супруги и мама, она живет в другом месте, и поэтому взять у нее телефон у меня не получилось. Ну вот, можете посмотреть пару вставочек, как этот смартфон выглядит. Итак, друзья, давайте начнем с моих смартфонов. Основным моим телефоном, который я использую ежедневно, является Xiaomi Mi Mix 2. Это тот телефон, который я ношу у себя в кармане. Он у меня без чехла и без стекла, но есть, видите, попсокет. Он достаточно удобная вещь, поэтому его я использую. Этот смартфон мне нравится тем, что он мега-мега шустрый. Единственное, что мне не нравится здесь, это камера такая себе. Ну и, конечно, то, что он достаточно быстро разряжается. Но, кстати, он самый быстрый по зарядке, быстрее всех заряжается. Поэтому сказать, что я страдаю, нет, потому что я работаю за компьютером, и зарядить телефон всегда есть возможность. Второй мой телефон, который я использую, это LG V40. Вот такой телефончик. Видите, у него тут даже чехол с логотипом YouTube. Этот телефон я использую для съемок видеообзоров. И сейчас, хоть я и записываю видео на другой телефон, на Samsung Galaxy A71, вы можете посмотреть. Но это как бы обзорный телефон, который я взял на пару дней для обзора, и поэтому снимаю на него. Итак, что касается LG V40. Чем мне он нравится? Во-первых, тут суперкрутой экран. Во-вторых, это смартфон, который имеет множество положительных фишек для видео. Я даже себе здесь, видите, вывел ручной режим видео. И вот этим режимом я пользуюсь каждый день, когда снимаю видео. Также у телефона три камеры. При желании сюда легко становится G-Cam. То есть, можно ставить Google камеру для тех, кто прям вот фанатеет от крутых фоток. Но я делаю в основном фотки на тестовые телефоны для Инстаграма. Если вы не смотрели видеообзор наушников BASUS, можете посмотреть. Там очень демонстративно показываю, как может снимать камера данного телефона. Там я делаю такие близкие проводки. Этот телефон очень легко и просто с ними справляется. Благодаря вот этим вот камерам. Итак, следующий телефон. Я решил его не доставать пока что с чехла. Это телефон моей мамы. Это Xiaomi Mi 5S, который когда-то был моим телефоном. У нее такой вот чехольчик умный, который сам блокирует все. Что касается самого телефона, то он в принципе сохранился в более-менее адекватном состоянии. Единственное, что тут мы уже заказали новое стекло. Видите, тут немножечко треснулось стекло. Именно то, которое покрытием. Этот телефон я использовал долгое время. У меня есть на него обзоры. Я считаю, что на сегодняшний день это мега-мега классный телефон. Во-первых, своей компактностью. Во-вторых, тем, что здесь все еще крутой экран и достаточно шустрое ПО. Телефон реально бомба. Следующий телефон, который я хочу показать вам, это Galaxy S7. Он тоже был в моем использовании. Сейчас он у моего отца. Этот телефон мне нравится тем, что у него классная камера. Он работает шустро. У меня модель Galaxy S7 на Exynos. Вот именно этот вариант. Как вы видите, телефон используется без стекла. Конечно, есть тут немножечко царапин. Особенно вот здесь в диапазоне камеры вы можете видеть такую царапинку. Но если говорить о в остальном внешнем виде, слава богу, он сохранился хорошо. И работает хорошо. Супер то, что этот смартфон пылевлагозащищенный. И вообще он мне безумно нравится. Во-первых, своей компактностью. Во-вторых, тем, что он все еще круто работает. Хотя последний ПО Android он не получает. Если мы посмотрим на Android, то здесь стоит восьмерочка и Samsung Experience 9.0. Этот телефон я использовал как свою видеокамеру до того, как начал использовать LG V40. Следующий телефон это телефон моей тети. Конечно, чехол у нее просто отвратный. Но из-за того, что бренд No Name, вот и чехлы вот такие отвратные. Единственные, которые мы нашли. Что касается бренда, то как вы можете видеть, это Nose. Короче, такой себе средненький телефончик. Здесь 16 гиг встроенной памяти. Но радует то, что он работает стабильно. Хотя вот я сейчас вижу, вот в этой части есть небольшое высвечивание. И такого я не помню. Но, видать, уже недавно появилось. Или ударился телефон, или еще что-то. Что касается Android, здесь седьмой Android. Уже больше, наверное, полтора года он работает у нее. Следующий смартфон, это смартфон моей супруги. Это Xiaomi Mi 9 Lite, который тоже был у меня в эксплуатации некоторое время. И до этого телефона у нее был Honor 8X. Но Mi 9 Lite, я подумал, что будет лучше для нее. И поэтому ее Honor 8X я поменял на вот этот смартфон. Безусловно, Mi 9 Lite это один из лучших телефонов нашей семьи. Конечно, V40 мне тоже очень нравится. Но я бы сказал так, что оба они очень на высоком уровне. Здесь шикарные камеры, как основные, так и фронтальные. Особенно по фото он вообще просто мега крутой. Именно селфи-камеры. Тот по видео очень крутой. Также, что касается операционной системы, здесь стоит все еще 9-й Android. MIUI 11. И у меня модификация, как вы видите, на 128 гигов. Ну, у меня, в смысле, у жены. Очень хороший телефон. Очень удачный. Mi 8 Lite я в прошлом году, кстати, хотел ей подарить. Но после того, как там были косяки с батареей, отсутствием разъема для наушников. И вообще, он был такой себе средненький. Конечно же, я ей Mi 8 Lite не подарил. А вот этот вот я и подогнал. И она очень счастлива. Следующий смартфон. Это смартфон моего старшего сына, Виталика. Он больше половины денег собрал сам на этот телефон. И небольшую часть денег добавил я. Чехольчик, конечно же, и стекло. Я ему тоже заказал с Алиэкспресса. Я недавно снимал видео обзор на данный телефон. Вы можете посмотреть его на канале. Мне нравится этот телефон. Как он выглядит. И он достаточно шустрый в работе. И что касается игр, то его тоже устраивает. Сейчас, как вы видите, у него тут даже есть монобанк карточка. И особенность то, что у смартфона есть NFC. Вот, видите, NFC. Для него это тоже было важно. И он вот таким вот смартфончиком пользуется. Мы взяли 32 гигабайта версию. Я ему еще сверху сюда накинул 64 гиговую карточку. Все шикарно работает. Смартфон очень интересный. Следующий смартфон. Это моего второго сына. Это Leeko Cool 1. Этот смартфон все еще хорошо работает. Здесь Type-C. Быстрая зарядка. Здесь Full HD 5.5 дюйма экран. Двойная камера с возможностью съемки видео в 4К. В общем, телефон реально бомба. Сейчас их продают там по 1002 гривен плюс-минус на OLX. И я считаю, что за эти деньги это очень неплохой вариантик. Несмотря на то, что он уже как бы морально немного устарел. Конечно, самым большим минусом с телефона является отсутствие разъема для расширения памяти. То есть, здесь нет лотка для карт microSD. И вот это самая большая печалька. Но то, что здесь есть, это инфракрасный порт и разъем для наушников. И, как я и говорю, Type-C. То есть, на то время, за те деньги, которые он был куплен, это просто шикарный телефон. Даже вот в этом здесь microUSB. Хотя это типа A7 2020, да? ZTE Blade. А это Cool 1. И, блин, реально вот очень крутой телефон. Ну, давайте еще вот так вот посмотрите. Кстати, в международной версии, видите, он называется LeRi. В китайской модификации это Cool 1. В принципе, LeRi, Cool 1, прошивка у них одинаковая. Работает достаточно шустро. Игорь тянет хорошо. Здесь 4000 батарейка. Она, в принципе, все еще моет. Телефон реально неплохой. Смартфон моего третьего сына Игоря. Это вот этот, LeEco S3. Этот телефон был до Игоря у Виталика. Но Виталик, когда взял ZTE Blade A7 2020, то этот телефон перешел Игорю. До этого они вдвоем пользовались этим телефоном. Но до того, как у Виталика был ZTE Blade и вот этот, у Виталика еще были другие телефоны. Но они ломались. И, кстати, один из телефонов вот. Это один из телефонов Виталика. Мы его, правда, добили дальше. Но, тем не менее. Что касается LeEco S3. Вполне себе прикольный телефончик. Как за свои деньги. Опять же, они очень схожи с Cool 1. Единственное, что здесь 3000 батарейка. И нет разъема для наушников. В отличие от Cool 1. А, и одна камера. Во всем остальном они схожи между собой. И немножечко отличаются прошивки. В целом, все игры идут. Смартфон работает. Все отлично работает. Быстро заряжается. Full HD экран. 4K видео, если надо. Но здесь тоже проблема в том, что нет возможности расширения карт памяти. Про телефоны все я рассказал. Теперь давайте про планшеты. Это Nexus 7 2013. Этот планшет Дана. Моего четвертого сына. Здесь установлено неимоверное количество игр. Возможно, он у меня будет летсплейщик. Потому что игры это его прям вот страсть. Несмотря на то, что мы стараемся с женой тщательно контролировать этот процесс. То есть он не играет бесконечно. Но когда успевает поиграть, то здесь много чего интересненького. Что касается планшета. То он в принципе достаточно шустро работает. Да, он единственное. В прошлом году разбил экран на данном планшете. Я купил его на распродаже 11.11. И вот поставил здесь стоит не оригинальный экран. Он как оригинальный очень хороший. Nexus 7 это тот планшет, который имеет беспроводную зарядку. Без проблем можно положить и зарядить планшетик. Видите, уже пошла зарядочка. Очень крутая тема. Этим планшетом долгое время тоже пользовался я. Но, как говорится, по наследству идет дальше. Это, кстати, не единственный гаджет с беспроводной зарядкой. У меня есть Samsung Galaxy S7. Ну, у нас в семье. Который также имеет беспроводную зарядку. И еще один телефон с беспроводной зарядкой. Это LG V40. Вот, пожалуйста, беспроводная зарядка идет. Ну и последний гаджет, о котором я скажу. Это NVIDIA Shell Tablet. Он все еще в моей эксплуатации. Но планируется переход к пятому сыну. К Саше. Да, у меня пять детей, кто не в курсе. Суть в том, что вот этот NVIDIA Shell Tablet, возможно, в ближайшее время пойдет к Саше. Почему? Потому что я им редко пользуюсь. И использую его только для просмотра кино. Возможно, YouTube. И все. Конечно, он стал менее шустро работать в сравнении с тем, как было изначально. И если раньше я записывал на этот планшет летсплеи, то сейчас он с трудом тянет запись летсплеев. Я не знаю, что с ним произошло, но как-то так. В целом, короче, смотрите. Вот, что касается моих гаджетов. Я все, видите, поснимал для того, чтобы показать и рассказать вам о тех телефонах, которые есть в моей семье. Если у вас есть какие-либо вопросы по работе смартфонов и гаджетов, я имею в виду планшетов, пишите. Возможно, я не ответил на какие-то вопросы. Я в комментариях обязательно постараюсь вам ответить. На этом я заканчиваю свое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрите другие интересные видосы. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.